Здравствуйте! Новости на ННТ в студии Махач Курбанов с последними новостями, подготовленными нашими корреспондентами. Накануне муфти Дагестана шейх Ахмат Апанди постил Кайтакский район по приглашению главы муниципалитета Али Матимир Булатова. В селе Маджалис председатель Совета Алимов принял участие в пятничном богослужении. Там глава района обратился с приветственными словами к присутствующим и поблагодарил шейха за братский визит, отметил, что объединяющим фактором для всех нас служит вера в Создателя. В свою очередь муфти и республики, выступая перед прихожанами, призвал их благодарить Всевышнего за то, что он дал нам в качестве руководителей верующих людей, а также за большое количество богословов и возможность свободно исповедовать религию. В советское время, конечно, и в Южном Дагестане, и разницы нет во всем Дагестане. Даже мавли читать, один-два старика мавли читали, остальные не умели. Проповедь читать Алимов не было. До перестройки главы, чиновники, когда даже самые близкие люди их умирали, вот на кладбище, на похоронах поднимать руки, а они, говорит, боялись. Сейчас видите, какие умные слова нам высказал глава района. По завершении пятничной молитвы муфтий Дагестана и глава муниципалитета побывали на склоне горы в селе Маджалис, откуда открывается прекрасный панорамный вид на район. Здесь Алим Тимиргулатов рассказал об истории населенного пункта. Вот здесь во время ученики Рустам Хана один из был спор со всего Дагестана. Когда нападали на нас, персы, они собрали здесь единую общедагестанскую, как армию создают, как защищаться и так далее, вот такое. Это не просто прервали, это советское время, Маджалис, чтобы это не ассоциировалось. Еще и вспоминали. Шейх Ахмата Фанди принял приглашение Алима Тимиргулатова постить его дом, где беседа продолжилась уже в неформальной обстановке. Руководитель муниципалитета в знак признательности за дружеский визит преподнес муфтию памятные подарки. Мы очень благодарны, что он откликнулся на наше приглашение. Мы совершили совместный пятничный намаз. Мечеть была полная, люди были приятно удивлены, воодушевлены, что вместе с муфтем совершили пятничный намаз, праздничный намаз. Разумеется, его обращение к людям, прихожанам, тоже, я думаю, будет иметь значение. В рамках своего рабочего визита шейх Ахмата Фанди также побывал в детско-оздоровительном лагере «Огонек». Здесь экскурсию для гостей провел учредитель лагеря Магомед Салам Халилов. Роспотребнадзор провел санитарно-гигиеническое обследование морской воды в Махачкале. Как сообщает Риадагестан, мониторинг показал, что уровни бактериального загрязнения морской воды в столице превышают допустимые нормы в 3-4 раза, что может привести к возникновению и распространению острых кишечных инфекционных заболеваний среди населения. Основная причина загрязнения морской воды в прибрежных зонах – непрекращающийся сброс неочищенных конзеляционных и поверхностных стоков в Каспий. Ежесуточно в бассейн Каспийского моря в прибрежной черте города Махачкалы сбрасываются около 150 тысяч кубометров неочищенных, необеззараженных конзеляционных и поверхностных сочных вод. В Дагестане застройщик обманул дольщиков на 17 миллионов рублей. Он продавал квартиры, на строительство которых разрешения отсутствовало. Как стало известно от пресс-службы прокуратуры республики, из-за своих действий застройщик приобрел 16,9 миллионов рублей. Известно, что подозреваемый заключал предварительные договоры о приобретении квартиры. С помощью этих средств он строил многоквартирный дом в столице региона. Но у предпринимателя не было разрешения на строительство, о чем обманутые дольщики не знали. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет решения свободы. Сегодня на базе комплекса объектов Дагестанского поисково-спасательного отряда МЧС России прошли мероприятия, посвященные 35-летию Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, вся деятельность которой направлена на обеспечение безопасности людей на водных объектах. Вниманию публике была представлена спасательная техника, стоящая на вооружении МЧС России по Дагестану. В ходе мероприятия родители и дети получили возможность научиться правилам спасения людей на водах, оказанию помощи утопающим. Желающие могли попробовать себя в роли спасателя, бросив условному утопающему спасательный круг. Кроме того, инспектора напомнили присутствующим правила безопасности поведения на воде и раздали памятки. А спасатели и медицинские работники провели практические занятия по отработке мероприятий по спасению на водном объекте и оказанию первой доврачебной помощи. В завершение всех ждал приятный сюрприз – прогулка на настоящих катерах спасателей. Отметим, что подобные мероприятия сотрудники МЧС провели во всех населенных пунктах республики, где имеются водоемы. Хотелось бы обратиться к родителям, чтобы детей не оставляли без присмотра на берегу водоема. Потому что доли секунд можно оставить без внимания ребенка и может произойти трагедия. И также напоминаю и убедительная просьба, чтобы купались в летний сезон только на оборудованных пляжных местах, где есть специализированные спасатели, где есть медицинский персонал, что если вдруг случится неприятно, чтобы могли оказать достойную медицинскую помощь и спасательные мероприятия. В Махачкалу съехались около ста самбистов из десяти регионов страны. Здесь спортсмены разыграли награды 18-го всероссийского турнира на призы заслуженного мастера спорта Советского Союза, пятикратного чемпиона мира Гусейна Хайбулаева. За ходом соревнований следил мой коллега Курбан Рагимов. Ему известны все подробности. Это техническое действие помогло Хайбуле Магомедову выйти вперед в схватке за чемпионство против одноклубника Саида Саидова. Махачкалинцы борьбу друг друга знают наизусть, а потому интрига сохранялась до финального свистка. Вес до ста килограммов – один из самых внушительных по составу. Здесь вне медальной тройки остались два мастера международника. Провел три встречи. Соревнования с каждым годом проходят еще более на высоком уровне. В этом году на 100 килограмм у нас было два международника по самбо. Это говорит о том, что уровень этого турнира с каждым годом все сильнее. И, честно говоря, приятно очень выступать. Тем более, в родных стенах это вдохновляет. Альхамдуля, все прошло удачно. Главное, родные довольны, я доволен. Турнир на призы Гусейна Хайбулаева проводится с 2001 года. Прежде он каждый год менял прописку. Соревнования поочередно проходили то в Махачкале, то в Краснодаре. Однако с прошлого года главный организатор поставил перед собой цель – развивать самбо в родном Дагестане. В конце 2018-го этот вид спорта вошел в олимпийскую семью. И теперь Хайбулаев живет надеждой увидеть дагестанских самбистов на вершине Олимпа. Я хочу, чтобы наши ребята росли, тренировались. Конечно, если росли, если нет соперничества, хорошие ребята, сегодня вы видели, какие схватки прекрасные были. Приезжали чемпионы России, которые этого года, чемпионы мира, Европе, мастера спорта международного класса. Если с ними не бороться, как будет мастерство расти. Молодежи, чтобы привлечь, чтобы развитие самбо Дагестана было, как было в свое время, развито. И были много у нас чемпионов мира и Европы тоже. На этом турнире определяли собладатели только пяти комплектов наград. К медалям Магомедова и Саидова в дагестанскую копилку по бронзе добавили Муса Мусаев и Саид Газимагомедов. Золото Салмана Амирбегова пошло в зачет Южного военного округа, представители которого вместе с самбистами из Краснодарского края в итоге и разделили первое общекомандное место. К своему следующему именному турниру Гусейн Хайбулайф планирует добавить поединки по боевому самбо. Курбан Рагимов, Салман Гитехмаев, телеканал ННТ, Махачкала. И на этом у нас все. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Кстати, смотрите нас также в Инстаграме и в Ютьюбе. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok